а ну от сердца и почек подарю тебе грибочек класс я недавно посмотрела грибников говорят надо откапывать и не обрезать еще и кстати ножка крупная пойдет в еду а так можно половину ставить смотри какой он идеальный беленький фантастический белый гриб в черногории их называют выргань я считаю удачным грибной сезон жаблики офигенным никогда в жизни столько грибов не собирала 5 сентября день рождения моей мамы приехали в жаблик пытаемся вот на холмике паркануть машины строите я прям из окна увидела белый гриб машина показывала 14 до 16 градусов на самом деле теплее вот уже андрюха расположился сейчас будет варить нам гречку с сосисками раскапываю клад практически смотрите где растут лисички еще же крупные какие а я в тебя врезалась на кто-то считает что я в лесу отдыхаях если вы считаете это отдыхом хух вот теперь мы можем добраться до них конечно их придется много отмывать лишь они после пяти дней дождей стали влажными но какая крупная лисичка красотка но это про целая пороется лисичек там этот грибочек у нас пришлось откопать представляете хорошо что его быстро не срезала и увидела что его огромная ножка еще смотрите валютка пыталась есть трофеи мои вот так вот был в земле откопала и получился такой большой белый гриб хороцочек с этим нам начинается красиво на психотерапия вот этот гриб ряд имеет очень давнюю историю то знаете как динозавр себе грибов он съедобный называется рогатик желтый я никогда его не ела но мне люди говорят что он съедобный отодвигаем смотрите маленький какой еще есть вот это белый прошел один час у нас уже пол корзины лисичек и белых готова есть два масленка и один рыжик идем дальше мне кажется я еще нашла много сыра я жить но мы их не едим а вот посмотри этот конечно фотогеничный красивый а вот этот нет но он тоже белый мне кажется сейчас проверим а может быть уже старый белый он старый видишь хотя хороший бум брать нет смотрите какие лисички уже стоит огромное начале лета в июле они маленькие маленькие мы двигаемся уже к дому пока шла еще такого нашла андрюха вот это наша лисичек крупных вот такая корзинка иду в лес пускать дальше то ли это грусть то ли этот подгрузок скорее всего второй заход еще 7 белых лисички ружек с этим я не знаю что делать мне кажется белый млечный сок выступает пока я собрала вторую партию андрюх смотрите чуть взял вот беленький сушится ну как там грибочки 2 посмотрите на чем готовим тут плита плохая долго готовят и мы поняли что лучше готовить на печи кофе наливай пришло время проверить наши засушенные грибочки первый раз андрей их жалко что масса высохла все они даже у тебя покоричневели мне кажется температура была слишком высокая у меня кажется ты их пересушил нет наш мы были сухие капец как чипс просто вот это видишь перемельчил это вот этот который я крупненько нарезала видимо правильным советом интернете не нарезать потом они нормальными сушками чем пол-литрового баночка вот так выглядит наш домик может два года здесь не были забыли что там постельная можно было конечно другое сделать поменять подушки возим своим это любой дом возим свои иначе спать не можем самое главное это лес слева маленький домик достраивает тоже будет для двоих хозяева живут в том треугольном как будто для бабы егида и сказочный космический и еще есть один нюанс чтобы сохранить такую сказочную картинку лодж надгора запрещает сюда заезжать на машину но вы видите что есть вот местечко где можно проехать чисто оставить вещи и потом вот сюда отвезти свои машины случайно зашла в лес возле машины этим видео хочу показать как белый гриб вот шляпкой похож на сыроежку вот так вот прям на близнецах похоже очень часто вы будете рвать и такие ой а тут видите сыроежка они будут вас обманывать легко проверить аккуратненько пнув ногой он очень быстро вылазит свои грибницы а у белого нога толстая и он так быстро не может вы его не сможете так пнуть похож на белый да хотя он светленькая шляпка на этот раз да бочоночек беленький класс это хорошая находка что еще нашла это три масленка причем тут крупный самый такой скользкий мухоморы черногория тут мода нет их кушать в принципе другие грибы мало едят но как тебе наши утробжаблики потеплело смотрим кто-то сходил чуть-чуть черники наивать теперь я знаю почему тут много грибов тут ходят коровы где они оставляют свой как говорится след хорошо растут грибы до бреночки ты уже находил именно большой дала самое агитное что из него потом вот такой усос гриб высоко расскажу вам как искать белые грибы в районе жаблика вот елки это понятно вот здесь вот сухо ножка разворачивается я вижу что здесь кто-то срезал белый гриб это было не я поскольку я их наковыриваю значит грибница вот в районе метров пяти точно нам что-нибудь даст желательно искать мох вот этот мокрый мох черникой и чернику прямо отодвигать руками и смотреть вот этот диаметр вот я поставила корзину и смотрите что нашла смотрите как он вырос на пенечке да пеньки кстати вот маленькие елочка не очень любят так что вот она грибница а вот это очень похоже гриб на белый его можно спутать их два было рядышком вы видите при нажимании он начинает синеть это только у польского гриба есть такая фишка он кстати съедобный хороших свойств похож кстати на масленок но я лично брать не хочу смотрите какие два беленьких до вылупились прям под ногами какие хорошие малыши какие вот очередная полянка малышей 2 не знаю я люблю малыши и за 4 вон там спрятался что мы с андреем нас собирали конечно белых лисичек за корзины 3 за вечер за утро сейчас приехали в березовую рощу 5 минут езды от центра жаблика ну и как я догадываюсь здесь растут подберезовики тем более 6 сентябрь прошли дожди на что я нашла я пока еще в роще не ходила мне кажется это шампиньон посмотрите чистейший беленький красивый кто в курсе скажите правда ли что это шампиньон от шампиньона отошла буквально чуть-чуть и нашла подберезок ой он старый 1 был гнилой а это смерть какие-то хороших хорошо что она не супер густая можно как-то пройтись между деревьев сейчас еще чагу поищем друг найдем красивая да андрюха чага да сейчас обойду знаешь что чага на старых деревьях нет ухты это она она прикинь как тебе повезло что на низко ну что мы нашли таки чагу это прекрасный гриб лекарственный растет он на березах и похож то есть на самом деле разновидности чаги очень много но именно вот эта чага которая похожа как на уголь как будто бы уголь из дерева растет именно этот чага является самым лекарственным грибом его можно заваривать надо его немножко посушить и на терочке натереть на крупный как угодно как можно как охлаждающие какие-то напитки можно как и горячий как кофе то есть мы когда жили в монастыре мы его именно делали как кофейный напиток нашли еще грибочек не дошли до машины вот посмотрите как скрываются трава очень высокая конечно искать их тяжело иди сюда для таких фотогеничных давно не видела грибов ухты чистый смотри какой плотный молодой ножка чистая и ножка похоже как у березы окрас но так вот их определяет если вы соскучились по родине вас терзает ностальгия приезжайте в жабляк посмотрите сколько берез не скучайте не ностальгируйте вот она все рядом родной наш обнять можно поцеловать березку земли припасть а вот еще один съедобный гриб он называется зонтик на русском а этот уже мне кажется старый ой их сушат черногорцы кстати их тоже едят кто живет в лесу они хорошо знают собирают вчера видела сушну вот эти уже все старые у них очень длинная ножка в отличие от мухоморов которые похожи да и другие ядовитые у тех короткие ножки а у этих вот сантиметров 20 легко второй момент вот эта юбочка она легко двигается прямо то есть лишь сняла леса еловые с белыми грибами были березовый лес тоже мы исследовали на наличие грибов как видите они есть едем смешанный лес к изменечкам озеру где обычно редко бывает турист я знаю что там миксованные грибы наконец приехали на зминничка озера его мало кто знает но тут можно сделать хороший пешеходный такой маршрут ну минут 20-30 по горизонтали то есть с детьми и стариками очень хорошие но я-то приехала ради рыжика посмотреть какие малютки красивые видите зеленый какой не пугайтесь этого цвета это природно нормально со временем окисляется тут может быть полость а может быть целиком заполнена а это типа лисичек какие-то любые другие они более таки плотная их люблю маринованные но в этот раз я хочу их засолить вторая особенность как их не спутать с другими какими нибудь грибами несъедобными ведь у них оранжевый сок выступает млечный ярко-ярко оранжевый сразу на срезе то есть вот это и зеленые пятна это значит хороший съедобный рыжик пахнет он лесом очень таким насыщенным и смолой скорее всего просто невероятный лесный запах очень советую ценный гриб маслят здесь конечно видимо-невидимо причем черногорцы их не собирают вот они где-то отельчик сдаются домики зменничка озеро еще поляна причем это масленок зернистый у него нет юбочки здесь уже сосновый лес пошел конечно этих маслят есть минус как принципе у любых у них красится шкурка желательно их чистить сухими тогда шкурка одирается легче вот видите вот так это уже дома я буду делать и все потом его можно порезать жарить мариновать очень вкусный гриб особенно как я говорю по дракию чистенький хороший не червивый я конечно опрометчиво не взяла перчатки они остались в машине с другой стороны леса нашла масленок стандартного вида у него тут была юбочка но он же зараза красит руки вот вы посмотрите на это опа хорошо мы заехали за ящичком на рынок да тут я не знала куда это все делать ночь будет веселой на рынке продается в пакете на рынке в пакете на бруском жаблики что же в облах нет не в облах цена 11 12 в облах точно дуван табачок тебе немного нет много я просил одну шестую часть а ты а ты мне обещал в октябре бросить курить а это как бы скоро то на любом рынке черногории самокруточки купите варки покажи как выглядят самокруточки а почем стоит такой это бумажки центов марки и фильтр еще и фильтрами вот такими а где ты покупаешь в любой товаре есть кстати заметил что после егермайстера лесом пахнет два раза сильнее точно прекрасный напиток на что только александра не идет ради грибов на поцарапанные ноги рискует жизнью чтобы найти подрезок но этот кстати объедем сейчас покажу хорошее этот брать не будем а вот здесь возле озеро смешанный лес сосна и березы эти чистые без червяка самая возникающая похвастаемся и так приехали мы наконец домой с разных лесов нас было три леса вот рыжие маслятки маслята пол ящика чага подберезовики раз два три 4 5 6 7 8 9 штук десятый выкинула был плохой идем сюда вот лисички и 23 белых гриба от мало до велика проснулась и сразу гриб ты посмотри вот оно наше третье утро жаблики посмотрите какой красавец ну вот и утро наступило считаем что я тут закрыла внизу значит вот это все маслята и 1 баночка рыжиков три баночки лисичек две баночки подберезовиков это я молчу просушенные и размороженные и съеденные знаешь какая есть новая поговорка кто не работает тот в гамаке не работает тот пьет красота у нас тут сказочная боже они бошку ему сломала да сломала бошку ему там два их сразу два смотри класс сейчас мы вернем эту красоту смотри какие лисички уже стали огромные в начале лета в июле они маленькие маленькие зародыши муж у меня сегодня уже нашел несколько белых вот это его красавцы и вот еще и вот там еще один виден смотрите какая грибница на одном месте уже штуки четыре или пять мы нашли вот этот мох лучше всего подходит для грибов сначала я увидела этого красавца а потом смотрите мама папа и малыш эти четыре срезово решила заглянуть еще под эту маленькую елочку просто гигантский пятый гриб надо сейчас еще посмотреть ну и покажу шестой гриб под этой елочкой был малыш вот такая разница видите вот елочка может полтора метра высотой под ней шесть грибов офигенная ведь уже в корзину не влазит ой ребят ну часа может быть два два с половиной мы потратили пауза еще потом на пиво было посмотрите я боюсь считать сколько их от мало до велика я думаю можно еще собрать пару параллельно да ну штук пятьдесят есть тебе вон да мы все эти маслеты не нравятся ну что ж второй сегодня заход последний за всю нашу поездку еще собрали дофига крайний что думаешь пересыпать ох слушай даже поднять не могу мне кажется килограмм 15 тут точно из килограмм тяжелый вещик в общем четыре часа мы гуляли по лесу делали паузу конечно на гамачок на пиво и собрали невероятное количество грибов причем смотрите есть такие фотогеничные особенно такой мне нравится как бочонок да есть вот такие малыши среди малыш и еще один маленький малыш но есть громадные вот такие уже немножко старенькие но внутри хорошие не червивые мы проверяем в принципе все грибы не червивые есть конечно объедены зверьем улитками не знаю кем но ничего я думаю штук 100 белых грибов мы насобирали еще насобирала таких красивых рыжиков их сейчас немного но есть вот как и лисички лисички отходят так что нам осталось доехать домой и переработать подарить что-то друзьям а потом есть и наслаждаться всю зиму всем хороших поисков грибов надеюсь мой ролик вам поможет и и и и и и